Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона актёр Костя Суханов. Я знаю, что очень многие соскучились по гениальной, на мой субъективный взгляд, прозе Амарики Сардара. Настало счастливое время вернуться к ней. За такую уникальную возможность – огромная благодарность дочери автора и отличному переводчику Нурес Сардарян. Что касается конкретного данного произведения, первичный перевод сделала Зарес Сардарян, а доработанный и отредактированный перевод уже Нурес Сардарян. Итак, устраивайтесь поудобнее, хорошего настроения и приятного прослушивания. Поехали! Амарики Сардар Свадьбу сыграли дважды Посвящается светлой памяти брата Фераза В деревне играли свадьбу вакиля. Дом был полон гостей, друзей, соседей и родственников. Весело и призывно звучал дав. Примечание дав. Национальный музыкальный инструмент. Барабан. Женщины и молодые невестки, одетые в нарядные, яркие национальные платья, танцевали. Дети сновали повсюду, путались под ногами, мешая взрослым, играли и веселились. Среди двора был накрыт стол с фруктами, орехами, сладостями и выпивкой. За ним сидели пожилые мужчины или, за здоровье молодых, иногда поглядывали на танцующих. Невесту к тому времени уже привезли, но пока еще во двор не выявили, и она сидела дома в окружении молодых девушек. Чуть позже руководитель свадьбы привел новобрачную к гостям, чтобы она танцевала вместе со всеми. Он подошел к музыкантам, положил полтинник под шапку давчи, лихо подправил усы и гордой походкой направился к мужчинам, сидящим за столом. Примечание. Давчи. Музыкант, играющий на дафе. — А почему ты не поднял Хелли невесты, чтобы все ее увидели? — спросил один из сидящих. Примечание. Хелли. Свадебная покрывала невесты красного цвета. — Я специально так сделал. — с улыбкой ответил руководитель свадьбы. — Ты думаешь, я мог такое забыть? Еще никто не мог упрекнуть меня в незнании обычаев. — Да, я должен был поднять Хелли, но не сделал этого. — Знаешь почему? Ты еще молот и не понимаешь многих вещей. Если бы я сейчас открыл лицо невесты, все сразу бы стали на нее смотреть, и она смутилась бы. Стало бы путать движение танца, и сбило бы весь ритм. Пусть немного потанцует, успокоится, тогда можно и Хелли поднять. А там смотрите на нее сколько угодно, благо она красавица. Ни одного изъяна не найдете. Но у руководителю свадьбы не о чем было беспокоиться. Невеста танцевала безупречно. Она была среднего роста, лицо ее скрывало красное покрывало, голова была опущена. Длинная цепочка танцующих еще не описала полный круг, когда он встал из-за стола, подошел к невесте, подвязал концы Хелли, вложив при этом в один из них деньги, и только после этого поднял покрывало. Невеста была действительно хороша собой. Ее лицо было круглым, брови тонкими и черными, как смоль, ресницы длинными, губы алыми. Щеки ее зардились румянцем от смущения и сознания того, что в эту минуту все смотрят на нее. Крафиу в носу лишь подчеркивал красоту девушки. Примечание. Крафиу. Серьга, продеваемая в ноздрю. Пряди волос у висков вились локонами. Рот был маленьким, носик тонким и немного заостренным, лоб чистым, а тень от Бордженика падала на глаза. Примечание. Бордженик. Женское украшение из золотых или серебряных монет, одевающееся на лоб. Камни на кольцах и браслетах сверкали на солнце. Перламутр переливался и блестел, словно снег на вершинах гор. Серьги в ушах и полы ее платья плавно покачивались в тактанцу. Глаза ее были опущены, и только когда заловка, танцующая рядом, сбивалась с ритма, она слегка поворачивала голову в ее сторону, словно подсказывая ей, что та ошиблась. Красавица! Клянусь, нет ей равных! Девушка достойна Вакиля! Голоса восхищения слышались отовсюду. Свекор Ахмед подошел и поцеловал невестку, а свекровь Нане вышла из дома с половником в руках и в танце поприветствовала молодую сноху. Примечание. По обычаю, свекровь встречает невесту у дверей с половником в руках, как бы передавая ей хозяйство. Ха-ха! Что же ты перед Ахмедом так не танцуешь, Нане? Послышался чей-то насмешливый голос. Из-за громкой музыки Нане его не расслышала, а Ахмед на радостях подошел к жене, только хотел было ее обнять и поцеловать, но Нане уклонилась и замахнулась на него своим половником. Ахмед еле увернулся и Нане промахнулась. Народ прыснул со смеху. Ахмед, танцуя, стал снова приближаться к жене, но та отбежала и издалека погрозила ему черпаком. Вот ж нагнала Нане страху на Ахмеда. Только пошутил из толпы и теперь уже все смеялись во весь голос. Музыканты подошли ближе и стали играть веселее, призывнее, словно подзадоривая Ахмеда. И тут он лихо, плясывая, выхватил черпак из рук жены и снова попытался обнять ее при всех, но Нане побежала к дому. Ахмед на радость гостям припустил за ней, но она уже забежала внутрь. Хохот во дворе стоял оглушительный. Хо-хо-хо-хо-хо, ты даже с женой своей справиться не можешь, да, продлятся твои дни? Хохотал руководитель свадьбы. Ну да, вроде как ворчал Ахмед, а сам еле сдерживал улыбку. Если такой, как ты, будет всем здесь заправлять, ясное дело, и положение мое будет незавидным. Веселье текло рекой. Все радовались, смеялись, шутили, и иногда был слышен голос давчи. Браво, браво! Стояла поздняя весна. Погода была теплой и чудесной. Дул легкий ветерок, а на небе не было ни облачка. День близился к концу, тень от гор постепенно удлинялась, солнце садилось за горизонт. Длинная цепь танцующих продолжала господствовать во дворе, размеренно и чинно двигаясь по кругу. А где наш вакиль? Почему его не видно? Спросил у Ахмеда руководитель свадьбы. Он на машине поехал за друзьями. Скоро должен подъехать. Не знаю, почему его до сих пор нет. Ответил Ахмед. Ничего, это же молодежь. Может, где-то задержались. Как думаешь, столы уже накрывать? — спросил распорядитель. — А не рано ли? — Да нет, как раз вовремя и поспеем. — Ну, раз так, пойдем, скажем, женщинам, пусть накрывают, — сказал Ахмед, и они направились к дому. — Пока все приготовят, пройдет много времени. Ты, пожалуйста, следи, чтобы музыка не умолкала. Пусть молодежь вдоволь повеселится, натанцуется. Я хочу, чтобы свадьба моего вакиля была веселой и радостной. И он же, ха-ха, он у меня младшенький. Дай бог тебе здоровья. Ты все сделал так, как я хотел. Спасибо тебе. Разговаривая, они дошли до той комнаты, где накрывали столы. Постояли там, посмотрели, дали некоторые распоряжения домочадцам. А во дворе свадьба шла полным ходом. Цепь из танцующих звала за собой и становилась все длиннее. Спустя некоторое время столы были накрыты. Мужчин позвали в дом, а музыканты остались во дворе. Молодежь не шла в дом, всем хотелось танцевать. От звуков дафа и зурны молодая кровь бурлила, играла. И парни, и девушки все с упоением плясали. Еще через некоторое время в дом позвали и музыкантов. Их посадили на специальное место, где они могли и угощаться, и играть. В большой комнате собралось столько народу, что яблоку негде было упасть. Как того требовал обычай, мужчины сидели отдельно, женщин в той комнате не было. Как только гости расселись по своим местам, руководитель свадьбы встал и произнес тост за здравие Севека, предлагая назначить его тамадой. Севек поблагодарил гостей и, в свою очередь, назначил себе помощников за каждым столом и еще отдельного человека, который занимался бы музыкантами. После этого он наполнил бокал и встал, призывая к вниманию. — Уважаемые гости, — начал он, — ничто в этом мире не происходит без причины. И поводом к сегодняшнему нашему веселью послужила эта свадьба двух роз. Двух несравненных цветков. — Давайте же поднимем бокалы за то, чтобы они цвели всю жизнь и были счастливы. Отвечать за обоих будет Вахиль. Примечание. У курдов принято отвечать на тост благодарственными словами. Отвечает тот, за кого пили или в его отсутствие ближайший родственник. С этими словами он выпил свой бокал до дна, достал червонец и послал музыкантам. — Сыграйте в честь молодых какую-нибудь веселую песню! Зазвучала музыка, и пиршество началось. Гости пили за счастье молодых, желали здоровья тамодея. Мужчины наперебой совали деньги музыкантам, заказывая любимой мелодии. Завчий сбился со счета, объявляя, кто сколько дал денег и какую песню заказывал. Ивцы исполняли желание каждого гостя, чтобы ни один из них не остался недовольным. Все это длилось довольно долго, пока Тамада не попросил музыкантов остановиться. — Где же Вахиль, Ахмед? — спросил Тамада. — Пусть жених выйдет к гостям. Ахмед стоял у дверей, прислонившись к стене. Услышав Тамаду, он сделал несколько шагов вперед и сказал. — Вы уж извините нас, дорогие гости! Видит Бог, Вахиль несколько часов назад уехал за товарищами, чтобы привезти их на свадьбу. Но он до сих пор не вернулся. — Ничего-ничего! Ты, отец, ты будешь за сына ответ держать! Сказался век. Так и сделали. Ахмед от имени сына произнес тост, поблагодарил гостей, и свадьба продолжилась. После нескольких тостов Тамада вновь поднялся, постучал вилкой по бутылке и обратился к присутствующим. — Дорогие гости, мы все собрались сегодня здесь, чтобы отпраздновать свадьбу молодых. И каждый из нас принес что-то в подарок новой семье. Так давайте же сейчас вручим наши подарки, а потом будем веселиться до утра. Время у нас есть. Все присутствующие с ним согласились и тут же назначили одного из гостей, чтобы он записывал, кто что принес. Тот быстро и деловито освободил перед собой стол, распорядился принести красивую шаль и, расстелив ее на столе, принялся за порученное дело. К нему потянулись гости с конвертами и подарками, и он принялся четко и громко называть именно тех, кто сделал тот или иной подарок. Когда с этим было покончено, все деньги и другие подарки были завернуты в ту красную шаль и переданы отцу жениха Ахмеду. Гости встали из-за стола и вышли во двор, чтобы женщины смогли поменять тарелки и обновить угощение. Когда спустя некоторое время все вернулись в комнату, Тамада вновь обратился к гостям. — Времени у нас много, каждый из вас может показать свое умение. Спеть что-нибудь или рассказать смешное. Не стесняйтесь, порадуемся все вместе. — Может, с тебя тогда и начнем? — раздался голос гостя, сидящего с краю. — А ты что, сомневаешься в моих способностях? Уж все-то знают, какой я талантливый, и таких, как я, нет. Подбоченившись, сказал Тамада, и все дружно засмеялись. Так, с шутками и пересмешками гости продолжали веселиться, при этом не забывая об обычаях и традициях. Когда кто-то хотел выпить за чье-либо здоровье, то, согласно устоявшимся традициям, сначала обязательно спрашивал на это позволение у Тамады, и, пока не получал его одобрения, не поднимал свой бокал. Так было заведено издавна, и старый млад строго соблюдали этот негласный закон. А Тамадой назначали такого человека, кто пользовался большим уважением среди гостей. Поэтому на свадьбах почти не было конфликтов, драк и ссор, потому что никто никого не задирал, не оскорблял и даже слова грубого не говорил. В тех краях было принято, чтобы свадьба гуляла до утра. А утром хозяин готовил свадебный шашлык, накрывал во дворе стол, угощал гостей, и только потом все расходились и разъезжались по домам. А пока гости ели, пили, танцевали, веселились, столы постоянно обновлялись и ломились от угощения. Ахмед по-прежнему ухаживал за гостями, не садясь ни на минуту. Думал, пусть не говорят, что мне нужны только подарки. Мол, как только собрал, так сразу про гостей забыл. И сколько его тамада не приглашал за стол, Ахмед с сыновьями постоянно отказывался. Ничего, ничего, сегодня мы обязаны ухаживать за нашими гостями. И нам это только в радость. Он зорко следил за тем, чтобы угощения было вдоволь. И как только что-то начинало не хватать, сразу подзывал кого-нибудь из сыновей, и недостающее очень скоро оказывалось на столе. А когда пили за чье-нибудь здоровье, обязательно посылал деньги музыкантам, чтобы те сыграли зажигательную мелодию. А сам при этом пританцовывал в дальнем углу комнаты. Веселье было в самом разгаре, когда к Ахмеду подошла старшая дочь и что-то сказала на ухо. Оба поспешно вышли, но гости, разгоряченные выпивкой и атмосферой праздника, поначалу даже не заметили его ухода. Он отсутствовал довольно долго, и за это время Тамада пару раз спросил, а где, мол, Ахмед, что-то его не видно, на что ему ответили, что тот куда-то вышел. На дворе стояла глубокая ночь. Молодежь потихоньку расходилась по домам, а в большой комнате гостей стало меньше. Кое-кто молча уходил, но многие еще оставались. В это время Ахмед на полусогнутых ногах вошел в комнату и спиной прислонился к двери. Если бы кто-нибудь присмотрелся к нему в тот момент, то заметил бы, что глубокая печаль сковала его сердце. На лице не было былой радости, глаза были затуманены, а морщины на обу стали еще глубже. Но присутствующие были пьяны, и никто этой перемены не заметил. — Ахмед, будь здоров! — увидев Ахмеда, воскликнул Тамада. — Ты куда пропал? — Не подумал, что оставляешь гостей одних. Ахмед попытался изменить выражение своего лица, но ничего не вышло. С трудом, выдавив из себя вымученную улыбку, он ответил. — Вы уж простите меня, дело было срочное, не мог я не уйти. Прошу меня извинить. — Нет уж, дорогой, нет тебе прощения. Мы решили оштрафовать тебя. Выбирай, или ты выпиваешь вот эту кружку вина. И Тамада поднял большую кружку до краев, наполненную вином. — Или станцуешь. Одна из двух. Тут поднялся мужчина, сидевший рядом с Тамадой, повернулся к Ахмеду и сказал. — С вечера себе к нас развлекает. Измучился бедный. А ты? Кто знает, чем ты занимался, когда оставил гостей, а? Ахмед медленно поднял голову, внимательно посмотрел на него, потом опустил глаза и ничего не ответил. — Мы все согласны с решением Тамады. Послышался чей-то голос из глубины комнаты. Ахмед по-прежнему молчал. — Тамада прав. Послышались пьяные голоса со всех сторон. — Штраф ноль, штраф ноль. Все смотрели на Ахмеда. Он стоял с опученной головой и одной рукой опирался о стену, пытаясь сохранить равновесие. Некоторое время он молчал, потом отнял руку от стены и шагнул вперед. — Друзья, сжайтесь надо мной, — с мольбой в голосе сказал Ахмед. — Я старый человек, устал, еле держусь на ногах, сил нет. — А когда ты жену хотел при всех поцеловать, силы были? — съязвил Тамада. — Нет, родной, наше решение твердое. Мы тебя оштрафуем. Ахмед тяжело вздохнул и ничего не ответил. Тут послышался звонкий голос из-за стола, за которым сидели молодые парни. — Нет, мы не согласны, чтобы дядя Ахмед пил вино. — Пусть танцует! Да-да-да-да-да, пусть танцует! — подхватили другие. — Ну, если молодежь требует, ты должен уважить их. А если откажешься, придется пить вино. А пьяным бог знает, что натворишь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Под общий смех подтрунил над Ахмедом севек. Бедный Ахмед стоял растерянный, из-под лобья глядя на Тамаду и не знал, что делать. — Прошу вас, оставьте меня в покое, не могу я танцевать! — умолял он гостей. — Нет, сегодня твоя не пройдет! Тамада поднялся с места и с ноткой обиды в голосе обратился к Ахмеду. — Мы же здесь не на рынке, чтобы торговаться. Желание гостей закон. Ты хозяин сегодняшней свадьбы, и если ты не уважишь их, то какой пример подашь остальным? — Ну, не лежит сердце у меня! — вылетело у Ахмеда. — Это еще почему? — спросил с удивлением Тамада. — Слава богу, сегодня свадьба твоего сына, и если твое сердце не захочет веселиться, то чье же захочет? Надо сказать, что Тамада вообще отличаются особой разговорчивостью. Севек был именно таким. Он за словом в карман не лез и в долгу ни перед кем не оставался. И отцу жениха это было хорошо известно. Вдруг Ахмед резко поднял голову, словно отгоняя дурные мысли, и с улыбкой, больше похожей на гримасу, обратился к окружающим. — Я вижу, от вас не отстанешь. Ну, хорошо, пусть будет по-вашему. Гости захлопали, закричали. — Молодец, Ахмед, молодец! Тамада тут же достал деньги, отослал музыкантам с просьбой сыграть для Ахмеда веселую мелодию. Остальные поддержали его, и к музыкантам потянулись руки с деньгами. Зазвучал даф и заиграла зурна. Все раступились, и в центре комнаты образовался круг, чтобы Ахмед мог станцевать. Гости подбадривали его ритмичными хлопками в ладоши, но Ахмед не спешил. Он по-прежнему стоял с опущенной головой. Зурна и даф играли уже больше минуты, но Ахмед словно окаменел и не двигался с места. И вдруг он скинул голову, оглядел гостей отсутствующим взглядом, словно заметил их только что, и шагнул вперед. Ахмед поднял руки и стал танцевать. Но это не был танец счастливого отца, женившего сына. Ахмед двигался механически, как во сне. Его поднятые над головой руки вяло качнулись в воздухе пару раз, и он, сам того не осознавая, неожиданно остановился. Музыканты поиграли еще какое-то время, потом музыка стихла, и только несколько пьяных гостей продолжали хлопать, не впопад. — Это для... И Ахмед не закончил начатую фразу, быстро повернулся и вышел из комнаты. — Дай бог здоровья Ахмеду! — вставая со своего места, произнес Томада. — Какой танец! Вот только не знаю, чего он снова удрал. А не оштрафовать ли нам его еще разок, а? — Ну хватит, уважаемый, что ты к нему прицепился? — упрекнул Томаду один из пожилых мужчин. Зурначин наклонился к Давчи и прошептал ему на ухо. — Почему у Ахмеда нет настроения? — не знаю, и Давчи пожал плечами. — Может, подарки не понравились? Комната, где были накрыты столы, находилась довольно далеко от дома Ахмеда. Его старший сын давно жил отдельно от родителей, и это было его жилище, расположенное на таком расстоянии, что туда не долетали никакие звуки или голоса из отцовского дома. Чтобы освободить место и принять с гостей, все вещи временно перенесли и разместили в доме Ахмеда. Домочадцы во время свадьбы появлялись там редко, лишь иногда кто-нибудь наведывался узнать, не нужно ли чего гостям. Вначале прибегали часто, но потом никого не стало видно. Только Ахмед с сыновьями продолжал следить за свадебным столом. А потом и сыновья пропали. Гости были пьяны и не обращали на это внимания. Им было все равно, и никому не было никакого дела до того, почему сыновья Ахмеда не появляются, и почему не видно ни одной женщины со стороны жениха. Думали, может, устали и прикорнули где-нибудь, отдыхают. То стылились с рекой, пили за здравие молодых и присутствующих. На улице уже светало, и гости стали выходить из дома. Запахло шашлыком. Во двор вынесли стол, поставили несколько бутылок водки, тарелки, закуску, орехи, и стали ждать шашлыка, чтобы позавтракать, попрощаться с хозяевами и отправляться по домам. Когда шашлык был готов, вокруг стола снова собрались все гости, наполнили рюмки и, по предложению севека, выпили за шамс. Примечание. Шамс. В переводе с курдского означает «солнце». Шамс — верховное божество у курдов-язидов. Каждый взял себе по кусочку мяса, и на некоторое время во дворе все стихло. Люди были поглощены едой. Когда все немного наелись, Тамада произнес еще несколько тостов. Ахмед стоял среди мужчин с опущенной головой. Он не приблизился к столу и даже не притронулся к еде. Тамада поднял бокал. «Друзья!» — обратился он к гостям. «Мы с честью провели сегодняшнюю свадьбу. Пусть молодые будут счастливы, пусть состарятся на одной подушке. А у Ахмеда пусть всегда будет дом полная чаша, и всегда накрываются столы для таких радостных случаев. Уже утро, все устали, и мы, и хозяева. Давайте выпьем на дорожку и разойдемся по домам». Гости дружно поддержали его и выпили до дна. «Ну, Ахмед, возьми рюмку, пожелай гостям счастливого пути». И Тамада протянул рюмку Ахмеду. Но тот не двинулся с места. Он стоял как вкопанный, не поднимая глаз. Гости переглянулись, не понимая, в чем дело. Ахмед постоял так еще немного, потом взял рюмку из рук Тамады. Руки его тряслись, и водка расплескалась. «Ха-ха, дорогие гости!» Хриплым голосом произнес Ахмед. «Вы оказали честь моему дому своим присутствием. Я очень благодарен вам за ваше внимание. Казалось, что он задыхается, что ему не хватает воздуха. С таким трудом он выговорил эти слова. Но эту рюмку я хочу выпить. Хочу выпить за... за... Упокой души». Во дворе воцарилось гробовое молчание. Мужчины застыли на месте, и только кто-то выронил от неожиданности рюмку, которая со звоном разбилась. «Как за упокой души?» Сказал Тамада. «Ты что, с ума сошел?» «Да, за упокой души». Ахмед запнулся, потом выдохнул с силой всех мертвых и моего сына Абакиля. Эти слова раздались, как гром среди ясного неба. Все остолбенели. Ахмед положил рюмку на стол. Она прокинулась, покатилась по столу, водка вылилась, и, как слезы матери, потерявшей сына, сначала текла струей, потом медленно и горько капала на землю. «Слушай, ты что, спятил?» Тамада не мог поверить своим ушам. «Ну-ка, говори, что случилось! Чего ты с утра пораньше глупость имелишь?» Ахмед стоял, не шевеляясь, не в силах вымолвить ни слова. А вокруг стояли ошеломленные гости, отказываясь верить в происходящее. Наконец, Ахмед поднял голову и с давленным голосом произнес. «Вчера, после того, как привезли невесту, он сел за руль нашей проклятой машины и поехал за друзьями. По дороге случилась авария. Машина перевернулась, и он погиб. «Да разрушится твой дом! Что ты натворил?» — скричал один взрослый мужчина и в отчаянии сплеснул руками. «Когда вы узнали об этом?» — спросил ошеломленный Тамада. «Ночью привезли его тело, поэтому я тогда долго не приходил. Не хотел, чтобы все узнали. Я не мог. Я вас пригласил на свадьбу, а не на похороны. О-о-о! Пусть разрушится твой дом и погаснет очаг. У тебя вместо сердца камень. Уму непостижимо. Тело мертвого сына в доме, а он продолжает свадьбу, да еще танцует! «Я в жизни такого не видел!» Гневу Тамады не было предела. «Я не хотел, чтобы свадьба моего вакиля угасла!» Крипло произнес Ахмед. «Может, хоть так Богу станет совестно?» «Да разве ж после этого есть Бог на свете? Как он допустил такое?» Подняв руки к небу, прокричал Тамада. Толпа свадебная превратилась в толпу похоронную и медленно двинулась к дому Ахмеда. Сам он шел впереди всех, и причитания его вылились в горестную песню отца потерявшего сына, а шедшие за ним вторили ему и плакали. Мелодию Зурны и Дафа заменила скорбная траурная музыка. Толпа постепенно дошла до дома Ахмеда. Страшная картина предстала перед их глазами. Тело вакиля лежит на обеденном столе, покрыто свадебным покрывалом невесты. А сама она, одетая во все черное, стоит у изголовья. Слезы ее капали на подушку под его головой, на безмятежное лицо вакиля, который, казалось, вовсе не умер, а спит мирным сном. Ахмед стоял у него в ногах и смотрел на сына, не в силах отвести взгляд. Ни одна слезинка не выкатилась из его глаз, и только время от времени тяжелый стон вырывался у него из груди. Мать и сестры царапали себе лица, волосы их растрепались, их горю не было предела. «О, страшная беда!» – тихо произнес какой-то старик, стоявший рядом с Ахмедом. «Никто, по-моему, такого еще не видел». «М-м-м-м, чтобы свадьба жениха превратилась в его похороны», – сказал другой. «Горе мне несчастному!» – громко сказал Ахмед и с силой ударил себя по лицу. Стоявшие рядом мужчины удержали его. По обычаям тех мест покойников хоронили только на третий день, и все эти три дня невеста ни на шаг не отходила от гроба. А дурные вести разносятся быстро, ведь не зря в народе говорят «стремителен глошатой смерти». За эти три дня в доме Ахмеда перебывало много народу. Одни приходили, другие уходили. Как повелось истори, соседи забирали прибывших на похороны к себе домой на ночлег и помогали всем, чем могли Ахмеду и его семье. На третий день после полудня похоронная процессия отправилась на кладбище. Во время похорона Ахмед не отходил от тела сына, неотрывно смотрел на него, не плакал, и только иногда бил себя по лицу и приговаривал. «Сынок, но кто же видел такое? Свадьбу превратили в поминки!» И старики, и молодежь не в силах были сдерживаться. Плакали все, и плакали искренне, горько и безутешно. Невесту во всем черном привезли на кладбище, и две женщины по обе стороны ее поддерживали. Ахмед, увидев ее, подошел и дрожащим голосом произнес. «И за что тебя, молодую невесту, судьба оставила без жениха?» Она кинулась к свекру и разрыдалась у него на груди. Слезы ручьем текли по ее личику, намочив пиджак Ахмеда. Вакиля похоронили. Народ разошелся, а у могилы, согласно обычаю, остался только шейх, который передал душу Вакиля Даврешу Арт. Примечание. Давреша Арт. Согласно верованиям езидов, покровитель душ усопших. Ахмед с сыновьями и близкими родственниками стоял у порога своего дома и принимал соболезнования от всех присутствующих. Сначала от прибывших издалека, а вслед за ними от соседей и односельчан. Прошло несколько дней. Все угощение, припасенное на свадьбу, было использовано для поминок. Гости разъехались по домам. А невеста Элли, но в черном, осталась одна. Молодая вдова, не успевшая побыть женой, не выходила из дома. Наравне со всеми она выполняла работу по дому, помогала свекрови. Молотой язык не поворачивался назвать ее снохой, и она обращалась к ней не иначе, как к дочкам. Ахмед тоже был с ней очень ласков, и молодая невестка оплатила им такой же любовью и заботой. Каждый вечер она приносила таз с теплой водой, разувала Ахмеда и мыла ему ноги. Перед сном готовила старикам постель, потеплее укрывала их и выключала свет. Только после этого она шла к себе в комнату и ложилась одна в холодную постель. Днем приходилось еще не так тяжело. Работы по дому было много, и отвлекаться было некогда. Но ночью, в одиночестве, тяжелые мысли не отпускали ее ни на минуту. Лицо Вакиля каждую ночь неоступно стояло перед глазами, а в ушах слышался его смех. Слезы душили ее, и, натянув одеяло на голову, она горько плакала до самого рассвета. Наутро глаза ее были красными и опухшими, домашние все замечали, и от этого им было еще тяжелее. Сначала горе было огромным, затмевающим с собой все, и ей ничего не оставалось, как терзать себя бессонными ночами. Но время — лучший доктор, и так бесконечно продолжаться не могло. Прошел месяц. Рана в душе Ахмеда еще не затянулась. Но он был человеком мудрым и с большим житейским опытом. Он не мог и не имел больше права распоряжаться судьбой молодой девушки. Поэтому как-то вечером он собрал всех домашних на семейный совет. Достал сигарету, зажег ее, пару раз затянулся, глубоко вздохнул и начал. «У меня к вам серьезный разговор», — обратился он к родным. «Судьба разрушила мой дом, забрала моего сына, мою кровинку. У него перехватило в горле, и он замолчал, не в силах продолжать». Помолчав пару минут, Ахмед вновь заговорил. «Теперь встал вопрос о нашей дочке. Я не хочу стоять на ее пути к счастью. Дочка!» И он повернулся к невестке. «Если ты хочешь, я дам знать твоему отцу. Пусть приедет и заберет тебя». Но она и дочери заплакали. Сыновья опустили головы. Молодая невестка стояла рядом, закрыв руками лицо. Потом подошла к младшей заловке и что-то прошептала ей на ухо. Примечание. По обычаю, невестка в первое время не разговаривает со свекром в знак уважения, а передает свои слова через родных. «Папа, она не хочет уходить», — сказала девочка. «Она говорит, что никуда не уйдет из этого дома, что она считает себя вашей дочерью и что, видно, у нее судьба такая». Ахмед ошеломленно смотрел на невестку. Та стояла, не поднимая глаз и не убирая рук с лица. На Нес с дочерьми уже не плакали. Сыновья молча переводили взгляд с невестки на отца, ожидая ответа Ахмеда. Ведь его слово в доме было законом. «А вы что скажете?» Ахмед повернулся к сыновьям. «Как ты скажешь, отец, так и будет», — ответил за всех старший сын. «Мы с тобой будем согласны». «Ну что ж, Лао, если ты не хочешь уходить...» Ахмед снова повернулся к невестке. «Оставайся. Будешь жить с нами, будешь нам еще одной дочерью». «Считай, что это твой родительский дом, никакой разницы. Но у меня есть одно условие. Как моя дочь, ты должна со мной разговаривать, и не только со мной, но и со всеми». Невестка зацокла языком и помотала головой в знак несогласия, но Ахмед был непреклонен. «Нет, Лао, я тебе разрешаю со всеми разговаривать. Ты уже не сноха нам, ты нам дочь и сестра. И когда-нибудь мы тебя как дочь и проводим из этого дома». Примечание. Лао. «Ласковое обращение старших к младшим». На этом разговор был окончен. С того самого дня молодая невестка действительно стала одной из дочерей этой семьи. Она была ласкова и приветливо, со всеми разговаривала и имела ту степень свободы, какая обычно бывает у незамужних девушек в отцовском доме. Об этом скоро узнало все окружение, соседи, близкие, и их удивлению не было конца. Как-то раз в дом Ахмеда приехала мать невестки проведать дочь. Она отвела ее в сторонку и, понизив голос, сказала. «Дочка, и что нам дальше делать? Как что делать?» Не поняла ее дочь. «Но как же ты будешь жить дальше? Ты же молодая, не будешь же век в девушках сидеть!» Мать смотрела на нее и ждала ответа. Дочь слегка побледнела, опустила голову и тихо ответила. «Мама, я теперь член этой семьи и никуда отсюда не уйду. Слава богу, есть глава семьи, и он человек мудрый и знает, что делает». Дочь немного помолчала и добавила. «И, пожалуйста, не поднимай больше этот вопрос, не береди меня рану». Достав платочек, девушка вытерла слезы. «Я останусь здесь». «Но как знаешь, я не могла тебе этого не сказать. Не то люди решат, что ты сирота и у тебя нет родных», сказала мать обиженным тоном. «Но раз ты сама так решила, тогда чему нет родных», — перебила ее дочь. «Слава богу, свекор за меня горло любому перегрызет. Я за ним, как за каменной стеной». С того дня все разговоры на эту тему прекратились, и родители невестки больше ни разу не заговаривали об этом ни с дочерью, ни тем более с Ахмедом. Прошло больше года. Давно были справлены большие поминки. Постепенно домашние свыкались со своим горем и учились жить без вакиля. Конечно, он не был забыт, но время понемногу залечивало раны. Однажды в дом Ахмеда пришли несколько человек с предложением породниться. «Мы пришли сосватать твою дочь», — сказали они, имея в виду молодую сноху, потому что хорошо знали, Ахмед никогда не называет ее невесткой, а обращается к ней не иначе, как дочка, доченька. Ахмеду парень понравился и домашним тоже. И тогда глава семьи послал к невестке младшую дочь узнать, согласна ли она выйти замуж. Спустя некоторое время младшая дочь вернулась и сказала, что невестка сделает так, как отец считает нужным. По всем обычаям и традициям состоялось обручение, а через несколько месяцев договорились сыграть свадьбу. То прежнее приданной невестке оставалось нетронутым, из него за все время не взяли даже иголки. Мало того, было куплено много чего нового и добавлено к уже имеющимся. Одним словом, к свадьбе и проводам молодой девушки новая семья подготовилась основательно. «Не хочу, чтобы моя дочка уходила из моего дома с какой-то обидой в сердце», — говорил Ахмед. «Не нам она досталась, так пусть в жизни у нее все будет хорошо. Дай бог ей счастья». С самого начала Ахмед предупредил сватов, чтобы они даже не сомневались, привозить музыкантов или нет. Примечание. По обычаям езидов свадьба может быть отпразднована и без музыки, если кто-либо из близких умер и со дня смерти еще не прошел один год. «Пусть приезжают и забирают мою дочь с веселой музыкой», — послал он весточку новой родне. «Она, моя дочь и девушка, а не вдова, чтобы ее провожали без дафа из урны. Без музыки дочь не дам». За день до свадьбы Ахмед позвал невестку и усадил рядом с собой. Немного помолчал, пару раз вздохнул, потом достал сигарету, неторопливо прикурил, сделал пару затяжек и, повернув голову в сторону невестки, сказал. «О, я тебя позвал вот зачем». Он запнулся и немного помолчал, собираясь с духом. Ему не хотелось, чтобы невестка почувствовала, какой огонь бушует у него внутри. «Тебя завтра увезут, счастливой дороги тебе и счастье. Но у меня к тебе есть только одна просьба. Не забывай нас, пожалуйста». Невестка заплакала и кинула свекру на шею. Ее душили слезы и волнение, и она не могла говорить. Ахмед погладил ее по голове, и несколько слезинок выкатились из его глаз. Приникнув к плечу Ахмеда, невестка, не переставая всхлипывать, дрожащим голосом прошептала. «Ох, свидетель, я к родителям не буду столько ездить, сколько к вам. Даже если ты меня выгонишь из дома пинками, все равно буду приходить». Как Ахмед решил, так и сделали. Свадьба была веселой, с музыкой и танцами. А после того, как невесту забрали, рана Ахмеда и родных замыла с новой удвоенной силой. Ахмед крепился как мог, старался не показывать свое состояние. Но вот Нане, Нане плакала так много и так горько, что казалось, Вакиль умер не больше года назад, а только что. И только когда муж, не выдержав этого потока слез, в сердцах накричал на нее, она перестала в голос оплакивать погибшего сына и притихла. Спустя несколько дней Ахмед с Нане поехали проведать невестку. А меньше чем через год они забрали ее домой погостить. И с того дня молодые не забывали эту семью и постоянно приезжали их навестить. Казалось, это действительно их дочь с мужем приезжает повидаться с родителями. Для непосвященных, во всяком случае, это так и выглядело. Дважды играл дав у дверей Ахмеда. Первый раз приводили невесту в дом, а во второй раз провожали. 1977 год. Дорогие слушатели, огромное спасибо за ваше внимание прекрасному творчеству писателя Амарики Сардара. На мой субъективный взгляд, он гениален тем, что просто рассказывает нам истории, а мы уже, основываясь на своем жизненном опыте, делаем выводы, что-то вспоминаем, думаем. Моя личная огромная просьба – поделитесь комментарием, что почувствовали вы, что испытали, какое ваше мнение об этом творчестве. Словом, мы будем рады и лично ответим на каждый ваш комментарий. Заранее огромное спасибо за поддержку, за то, что делитесь прекрасными произведениями с друзьями и близкими, за ту добрую энергетику, что посылаете. Мы ее чувствуем. Все рассказы о Амарике Сардара, который читал именно я, вы точно всегда сможете найти в отдельном плейлисте на YouTube-канале «Актер Костя Суханов». А также внизу будут ссылки на многие-многие ресурсы, где я официально выкладываю аудиокниги, и вы всегда сможете подобрать площадку, удобную для прослушивания именно вам, и слушать аудиокниги, которые читает актер Костя Суханов, именно там. Творчество Амарики Сардара выходит при непосредственной поддержке его дочери Нуре Сардарян, а также она является переводчиком высшего уровня, чем вы, собственно говоря, и могли убедиться. Поддержать творчество Константина Суханова, то есть меня, всегда можно, отправив перевод по номеру телефона «Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь». Сбербанк, Тинькофф, Яндекс Банк, Юмани. Или, если вы за границей, на сайте Бусти. Он работает по всему миру, несмотря ни на какие санкции. Страничка там называется «Костя Суханов», и аудиокниги там выходят даже чуть раньше, но также бесплатные абсолютно для всех. Этот же самый номер «Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь» является моим прямым мобильным номером телефона, ватсапом и телеграмм. От себя лично еще раз благодарю вас, дорогая Нуре, за этот эксклюзивный материал. Ваш отец действительно гениальный писатель, и мы в этом не раз убедились. С любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов.